Сьюзи, Сьюзи! А? Что такое, Сэмми? Я столькому научился в слайм-школе чародейства и творчества показать? Спрашиваешь, я вся внимание. Я могу положить это в волшебную шляпу и превратить в любой предмет для рисования. О, звучит здорово. Начнем с кисточки. Фокус, фокус, узрите слайм-фокус. Так, посмотрим. Что? Обертка? Наверное, это от упаковки новых кисточек. Выкрутился, но я хотела кисточки. Ладно, попробуем. Крибли, крабли, суп, скрибли! Опять ничего не вышло. Не расстраивайся, Сэмми. Этим действительно можно рисовать. Шутишь, что ли? Вовсе нет. Пойдем, я тебе все покажу. Звучит интересно. Привет, ребята. В каждой бутылочке смеси с акриловой краской, клея и воды. Еще нам понадобится холст. Скорее, Сью, тяжело. Но посмотрим, что ты задумала. Сначала надо защитить стол и подготовить основу для рисунка. Просто покроем всю поверхность холста акриловой краской. Какой красивый узор получился. Осторожно, Сэмми. Думаю, начнем с рисунка с помощью цепочки. Как-никак, эта техника нам уже хорошо знакома. Как и многие другие. А если вы тоже любите рисовать, то добро пожаловать на наш канал. Очень важно сделать этот слой краски ровным. А теперь мы, наконец, можем начать творческий процесс. Кстати, попробуйте угадать, что я рисую. О, это задачка для профессионального загадочника, как я. Так-так-так, яркие цвета, линии близко друг к другу. Судя по форме, это может быть какой-нибудь цветок. Интересно, надо загуглить. Это может напомнить цветок, особенно если я сделаю так. Но, может, ты передумаешь, Сэмми? Какая необычная цепочка событий, Сью. Так, значит, ты сдаешься. Аккуратно выложим цепочку вдоль внешней линии рисунка. По всей линии контура. Ого, сейчас будет весело. А потом начинаем ее тянуть. Давай, Сьюни, давай. Ура! Вот так. Сью, это так завораживающе. Согласна, и вот что у нас получилось. И как же я сразу не догадался. Чеддер, меня раздели, Сью, что ты там еще делаешь? Ну, ты же не думал, что мы используем цепочку всего один раз, правда? Твоя любимая часть, Сэмми. Кладем цепочку. И у нашего павлина будет красивый хворк. Осторожно. Вот так. И тянем. Святые пироженки. А можно я попробую? Ну, конечно. Отличная идея. Встану вот здесь. Ага. А теперь... О, это так круто. Еще немного. Ага. Потрясающе. Я все правильно сделал, Сьюзи? Ну, конечно. Но, кажется, здесь не хватает одного перышка. Вшу. Так, этот этап закончен. Повернем. Вижу, ты прочитала мои мысли. Так нарисовать голову павлина будет куда удобнее. Постронись. Ага, уже иду. Распредели краску по краю холста, пожалуйста. О, врок или я знаю. Вот так. Так, теперь моя очередь, мистер эксперт по поделкам. Вот так, Сью, молодец. Осторожно. Красота. Отлично. Еще немного. Бинго! Ах, что бы ты без меня делала? Итак, ребята, нашему павлину недостает еще пары маленьких деталей. И раз уж мы договорились не использовать сегодня кисточки. Только не укалитесь, когда будете это делать. Окунаем головку булавки в краску. А чтобы нарисовать гребешок, возьмите что-то узкое и плоское. Именно так. Вот и все, ребята. Картина цепочкой готова. А мы продолжаем экспериментировать. Сэмми, хватит дурачиться. У нас много работы. Я подготовил. Все, что ты просила. И я тебе за это очень благодарна. Давайте снова покроем холст краской для следующего рисунка. Поскольку мы еще не пробовали конкретно эту технику окрашивания, нарисуем что-нибудь очень простое. Например, бабочку. Вот так. Как тебе такая идея, Сэмми? Просто потрясающе. Только чур я выбираю цвета крылышек. Итак, мисс Сьюзан, добавьте этот поликолепный синий на каждое крылышко. С удовольствием это сделаю, месье Сэм Манифик. Оп, оп. Точки? Серьезно, Сью? Мизин и божью коровку рисуем. Доверься мне, в конце у нас не останется ни одной точки. Лучше скажи, какой мне дальше цвет взять. А ты попробуй угадать. Мне начинает казаться, что розовый в наших поделках, словно подпись художника на его картинах. Если в поделке есть розовый, значит, Сэм точно приложил свою руку. Смейся сколько хочешь, а часики-то кликают. Включаю ускорение. Не время расслабляться, Сьюз. Скорее добавляй третий цвет. У меня рука устала, Сэмми. Может, сделаешь сам? Ладно. Ох, мне все придется делать самому, да? Ага, аккуратно. Главное правило не переборщить. Эй, что? Спасибо за помощь. Эх, ладно. Дальше я сама. Еще пара капель и у нас получится красивая картина. Сьюзи, я принес обертки. Выбирай. Ого, ты их по всему дому собирал? Итак, сейчас вы поймете, почему творить намного удобнее, если картина вращается. Плавными движениями. От края к центру. Не спешите. Вот так. Эй, Сью, у нас и на самой салфетке необычная картина получается. Точно. Но, разумеется, не такая красивая, как наша бабочка. Согласна, ребята? Тогда ставьте лайк, чтобы поддержать Сьюзи. Оу, мы чуть не забыли кое-что важное. Туловище бабочки. Ага, ты хоть раз видела бабочку без туловища? И пара усиков. Готово. Теперь вы все сможете насладиться этим великолепием. Итак, кто готов к последней поделке на сегодня? Но прежде чем начать, обязательно подготовьте холст к работе. Надеюсь, вы помните, что на этот раз мы будем рисовать ложкой. Точно, Сэмми. Но без красок нам тоже не обойтись. Итак, вжух. Я сказала вжух. Сэмми, когда я сказала вжух, ты должен был бросить мне краску. Ой, прости, я думала Рождествен, я видимо задремал. Интересно, Рождество только прошло. Интересно, почему ты вдруг о нем задумался? Видео заканчивается. Я расстроился и решил подумать о чем-то хорошем. О подарках, например. А когда я их получаю? Верно, на Рождество! Тогда тебе точно понравится наша следующая картина. Ведь после птицы и бабочки я решила нарисовать растение. Точнее, самый красивый рождественский венок. Мне кажется, ложка для этого идеально подходит. А теперь придадим венку немного объема. Просто добавим оттенок посветлее. О, спасибо, Сэмми. Должно хорошо получиться. Что? Откуда это здесь? Сэмми? Я решила немного помочь. Что-то не так? Конечно, нет. Все выглядит просто отлично. Осталось добавить пару деталей, ребята. Нужно оживить наш венок, добавив тоненькие веточки здесь и здесь. Оп. Прости, но рождественский венок не должен быть таким. Колючим? О, не переживай, Сэмми. Мы это исправим. Вечно надо за тобой приглядывать. Давай немного ускоримся. Раз. Два. Три. Другое дело. Эй, Сью, но ведь Рождество никуда без омелы, если ты понимаешь, о чем я. О чем ты говоришь? Ну, конечно. Сэмми, ты гений. Ребята, осталось только добавить сюда красные ягодки. Ох, скорее бы уже Рождество наступило. Ребята, сейчас Сью доделает ягоды, и мы сможем рассмотреть все три картины. Ребята, сейчас с субтитры, и мы сможем рассмотреть все три картины. Ребята, сейчас субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, сейчас субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, сейчас субтитры сделал DimaTorzok. Так, это вот сюда должно сработать. Сэмми, ты снова затеял свои фокусы. На этот раз ты все увидишь, мисс Сьюзан. Внимательно посмотри на эти картины. Что ты видишь? Так, я смотрю и вижу колоссальный труд. Это должна была быть арктическая иллюзия. Ты должна была увидеть слайма. Ой, прости. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось с нами рисовать. Пока. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда меня видеть. Субтитры сделал DimaTorzok